Потом можно было поделиться и с вами, и с теми, кто участвовать не сможет сегодня. Итак, давайте немножко представимся и, может быть, даже разберемся еще раз с программой. Если есть какие-то еще вопросы, напишите мне, пожалуйста, в чат. Вот там, где у вас внизу, да, вот эта панель, где там вы включаете-выключаете звук и видео, у вас есть кнопка чат, я туда уже писала, да, о том, что выхожу как раз в эфир через минутку. Напишите тогда, пожалуйста, как меня слышно, и напишите о себе, да, то есть пробовали ли вы вести онлайн-занятие, какой у вас получился опыт, ну, то есть вкратце, да, много писать не нужно, вы уже отвечали на вопрос-опросника, я их все внимательно прочитала, спасибо большое тем, кто ответил. Вот, и да, напишите, пробовали ли вы онлайн-формат, чтобы остальные участники тоже посмотрели, насколько у нас здесь педагоги, да, уже опытные или неопытные в этом плане. Главное, да, чтобы мне было хорошо слышно это в первую очередь. Так, я буду выключать звук, да, тем, кто присоединяется. Спасибо вам за ответы, да, отвечает Екатерина, что пробовала вести через Инстаграм. Очень интересно, как, Екатерина, напишите, вы имеете в виду прямые эфиры, наверное, проводили, да? Детям не особо интересно. Работает через Zoom, Анастасия пишет. Онлайн-формат был давно и только со взрослыми, Мария отвечает. Так, у остальных опытов в онлайн-занятиях пока нет. Угу. Надеялась избежать, Катя, но, да, выход из зоны комфорта – это путь к успеху, это точно. Екатерина работает уже около полутора лет онлайн, но с детьми от восьми лет. Да, согласна. С детишками постарше это всегда проще. Да, сегодня как раз мы разберем, конечно, как мы работаем с детьми помладше. Поверьте, работаю с детьми от двух лет. Сейчас расскажу вам о чем, что я имею в виду. Да, как организовать занятия, да, все мы это сейчас обсудим. Ну что, если что-то еще хотите написать, пишите. Я буду начинать. Давайте я расскажу вам, что у нас сегодня будет на вебинаре. Значит, какой у нас план, да? Сейчас я расскажу вам, в первую очередь, о себе, кто со мной еще не знаком. Да, освоить другие программы. Да, вы пишете, я сейчас сразу среагирую, чтобы потом не отвлекаться. Освоить скайп и другие программы. Ага, дети хотят, родители не хотят. Это тоже очень интересный вопрос. Я видела, да, что, Мария, наверное, вы как раз, может быть, отвечали вопросники. Я сегодня это обязательно прокомментирую. Так, тем, кто присоединяется, выключаю звук, да, чтобы меня было хорошо слышно. Мои родители сейчас очень оценили. Да, давайте, хорошо, сейчас я не буду прерываться на чат, чтобы мы уже начали. И где-то там середина вебинара, я сейчас просто расскажу, так скажем. Сначала веду вас в экскурс, да, интересно, я сегодня приготовила вам презентацию. После этого поделюсь с вами опытом, и потом мы будем делиться им все вместе. Итак, значит, что я говорила, да, что я расскажу немного о себе. И план вебинара, собственно, таков, да, что я дам вам такую небольшую аналитику онлайн-занятий. Это аналитика вообще по всему миру, но это, так скажем, для нас, как и для педагогов, да, важно понимать, что вообще происходит, потому что Россия не на передовых, как часто бывает, да, не могу сказать, как обычно, как часто бывает в каких-то трендах, да, не на передовых. Мы ориентируемся на опыт зарубежных стран. Сегодня я расскажу вам, каков опыт во всем мире. Естественно, расскажу вам, на что я опиралась. Я опиралась я как раз на наших коллег из-за рубежа. Я расскажу вам о том, как я построила эту программу, да, в нашем в Андре-Натке. Сейчас я расскажу вам чуть подробнее. И, конечно же, я расскажу вам, какие вопросы задают родители, что мы на них пытаемся сейчас отвечать, да, как пытаемся их заинтересовать. Вот это мы все обсудим. И после этого давайте будем общаться. Мне очень хочется сегодня сделать наш обинар именно в формате диалога, поддержать друг друга, ответить друг другу на вопросы. Чат, который я создала в WhatsApp, да, мы можем его оставить. Можете в дальнейшем также обсуждать там какие-то нюансы, делиться идеями. В общем, я вообще за то, чтобы педагоги объединялись, помогали друг другу. Вместе мы — сила, это реально так. Итак, в общем, я надеюсь, что будет такой позитивный сегодня вебинар, да, несмотря на то, что много непонятного и ситуация такая тоже неясная. Итак, давайте представлюсь, да, вот я с вами познакомилась, педагоги, кто пробовал на их фонет. Меня зовут, вы же знаете, Александра Ильин, я сооснователь студии игрового английского для детей Wonderland Kids. Мы работаем уже 5 лет с детишками от 2 до 6 лет. На самом деле пытались работать и с старшими детишками, то есть там школьники где-то от 7 до 12. Мы проводили такую группу в одном из наших локаций, но потом приостановили в силу разных причин. В общем, сейчас на них на самом деле нет времени. Вот, что еще? Я педагог-психолог по образованию, также лингвист-риводчик, у меня 2 образования. Опыт работы педагога у меня уже более 12 лет, 6 из которых именно для детей маленьких. И сразу вам скажу, да, что онлайн, так скажем, обучение мне было интересно, на самом деле, уже давно. Наверное, вы тоже, если следили за новостями, то обратили внимание, что где-то там как раз, может быть, лет 5-4 назад, ну, может, чуть меньше, да, там, 3-4 года назад активно стало развиваться вот это онлайн-обучение, все эти платформы очень, так скажем, это стало на слуху, да. И в тот же момент мне стало интересно, что же там с детьми, что же с малышами, просто, если честно, ради любопытства, потому что вести для них занятия онлайн я на тот момент вообще не представляла. Вот, и, если честно, это даже до текущего момента, пока не наступил карантин, и мы просто были вынуждены выйти на новые условия. Вот. В общем, тогда я еще стала изучать их опыт, смотреть, как они ведут занятия. В общем, я на тот момент поняла для себя, что все-таки это не абсолютное «нет», да, то есть есть такие вещи, которые, понимаешь, ну, нет, ну, это абсолютно точно не подойдет. То есть я поняла на тот момент, что люди это как-то делают. Я смотрела их видео и поняла, что это возможно. Вот. Но просто передо мной на тот момент стояли другие задачи, и я вот этот онлайн как-то вот так в голове держала и отпустила. И сейчас я, собственно, когда все это произошло, я стала изучать этот опыт, стала смотреть, как они это делают, смотрела разные тоже вебинары, их видео, читала. В общем, сегодня мы это обсудим. Вот. Но, тем не менее, я бы хотела сразу сказать, что все-таки, если мы говорим о детях, да, от, ну, там, до шести лет до школьников, я за то, чтобы эти дети занимались офлайн. Это моя очень такая, на самом деле, позиция, да, ну, не то чтобы жесткая, понятно, что есть разные ситуации, когда-то дети не могут ходить в клубы, потому что это далеко, то есть все ищут для себя в любом случае удобные пути. Но либо ребенок занимается в клубе, где он взаимодействует с педагогом, физически трогает все эти игрушки, ну, в общем, что я вам рассказываю, вы сами педагоги, да, либо, как минимум, то, что мы сейчас делаем в Wonderland Kids, в наших клубах, да, на наших, на наших занятиях онлайн, чтобы дети, как минимум, играли с этими игрушками, то есть мы просим родителей собирать реквизиты. Ну, в общем, об этом я тоже подробнее расскажу немного позже. Итак, в общем, я за офлайн, это моя позиция, но при этом я пытаюсь хоть как-то в онлайн перенести ту пользу живых встреч, да? Да, язык на кончиках пальцев, абсолютно точно. Итак, ну что, давайте я вам сейчас немного расскажу по аналитике, собирала для вас эту информацию, я думаю, вам это будет интересно. Итак, секунду, я включу сейчас свою презентацию. Итак, особенности онлайн-занятий для детей, и плюсы, и минусы онлайн-занятий. Значит, смотрите, всю эту статистику, да, вот эту вот аналитику я собирала с зарубежных сайтов. Это, на самом деле, разные источники, в частности, Class Central, по-моему, это тоже одна из платформ, на которых ведутся занятия. Они все, естественно, собирают статистику для своего бизнеса. И, вы знаете, если честно, это очень впечатляющие цифры. Конечно, это в первую очередь о взрослых людях, это сразу я вам скажу. Но среди этого количества миллионов, да, вот видите, 110 миллионов, которые обучаются на этой платформе, то есть, я так поняла, да, по миру, тем не менее, есть и небольшой процент детей. Сейчас мы до них дойдем, я включила это в конце. Соответственно, довольно много, как видите, около тысячи университетов, которые это предлагают. В Америке, кстати, сейчас дальше об этом будет пост, это будет следующий, точнее, не пост, а слайд. Следующий будет слайд. В Америке примерно 50%, то есть, представляете, да, сколько университетов в такой огромной стране, и половина из них предлагает свои направления в онлайн-формате. Вот. Я, если честно, не изучала, что у нас в России, но уверена практически, что статистика совершенно не такая, да, то есть, они действительно расширяют свое присутствие за счет онлайна. Вот. Соответственно, курсов тоже, да, 13 с половиной тысяч. Дальше мне не очень понятно, что это за цифры, я это, к сожалению, не изучала, но вот MOOC, чтобы, да, так скажем, для общего развития, если вам интересно, это open classes, то есть, когда студенты посещают занятия, бесплатно. Может быть, кстати, вы тоже учились на таких платформах, как Coursera, например. У них очень много бесплатных курсов, которые вы посещаете, совершенно не платя деньги, но если вы хотите получить, допустим, сертификат, то вы платите конкретно за этот сертификат. В общем, это называется MOOC, МООК такой. Вот. В общем, как вы видите, тоже очень много degrees, да, в данном случае это не про количество курсов, это именно про, господи, как это по-русски, сертификации, да, которые получают в итоге студенты, их вот получается довольно много. Сейчас мы, кстати говоря, к этому тоже перейдем. Вот этот слайд, да, что four-year institutions, я так поняла, что это вузы, да, что 50 их процентов в Америке предлагают также онлайн-программы. Ну, in the few years, кстати, да, это тоже, естественно, статистика, по-моему, 18-го года, то есть вот, наверное, сейчас они как раз реализуют эту программу. Дальше. Значит, смотрите, это что касается... Что касается роста. Ну, это здесь ведется речь про, я так поняла, рынок, возможно, в количестве людей, извините, здесь не очень тоже понятно было по этой статистике, что значит бриллиант, может быть, это в долларах имеется в виду. Вот, но в любом случае, да, конечно, это все взаимосвязано, то есть, мне тоже было интересно, как они понимают, насколько больше студентов будет учиться в онлайне, да. В итоге, кстати говоря, по-моему, следующий или один из слайдов, не знаю, добавляла я его сюда или нет, в презентацию, он был на самом деле связан с простым, с тем, что... с простым фактом, с тем, что все больше и больше людей переходят в принципе в интернет, да, то есть не у всех же до сих пор есть компьютеры, хотя это странно для нас сейчас слышать, но тем не менее это факт, да, что не у всех есть доступ к интернету и тем не менее с каждым годом все больше и больше людей подключается к интернету, соответственно, станут все больше пользователей и на основе этой тенденции они, конечно, строят прогнозы о том, каков рост. в общем, в данном случае рост такой, видите, к 23-му году просто какие-то очень и очень большие цифры. Дальше, тоже очень интересный слайд, это вот как раз по поводу мирового, да, мирового, мирового, скажем, онлайн мира, то есть, о, господи, как это объяснить, в общем, что происходит в мире, да, насколько активно в онлайн заходят разные страны, конечно же, это в первую очередь Северная Америка, естественно, Европа, и дальше вы уже видите, да, что это Австралия, Латинская Америка, и в среднем по миру так или иначе прирост ежегодный, да, я так понимаю, происходит довольно активно. Опять-таки, смотрите, это данные на, данные на 17-й год, да, то есть сейчас, я думаю, что это даже еще большая цифра. Этот слайд тоже для интереса решила вам вставить, как видите, education здесь не на первом месте, это тренды, да, здесь тоже не написано, это тренды, скажем, вот в этих вот областях, да, онлайн-обучения, в которых все больше, там, скажем, подключающихся учеников. Ну, как видите, это вот health care, наверное, это связано как раз с фитнесом, с, может быть, там, с здоровьем, то есть какие-то приложения, возможно, курсы по этому направлению, да, дальше идет бизнес, компьютер сайнс и вот education это следующее направление, но тем не менее, так скажем, не на последнем месте, да, education, конечно, тоже четвертый, да, получается, на четвертом месте. Итак, это платформы, которые, так скажем, да, помогают выйти на, помогают студентам, изучать курсы, то есть на них выкладывают авторы свои курсы, через них, соответственно, студенты учатся. Ну, естественно, вы знаете Coursera, вы наверняка знаете Udemy, остальные, если честно, я сама не очень хорошо знаю, но, возможно, будет интересно и тоже посмотрите, может быть, там есть какие-то интересные курсы, которые вы найдете для себя. Итак, ну и, наконец, ближе к телу, да, про наших детей. Сейчас, секунду. Кто-то, по-моему, включил звук, я сейчас проверяю. Можете отключить, пожалуйста? Кто-то, возможно, зашел. Так, а кто? Не могу найти. Нет. Нет. Спасибо. Итак, да, ближе к телу про наших детей оказалось, что онлайн-обучение для детей тоже довольно обширный рынок и, смотрите, это лишь на первой страничке я нашла несколько компаний, которые предлагают онлайн-обучение для детей. Не во всей компании вы можете трудоустроиться и вести там занятия, сейчас расскажу, почему, но те, которые основали наши русские бизнесмены, конечно, можете. А в частности, новый клиент разумился в истерии. Отключите звук, пожалуйста, кто сейчас зашел в... Да, вот видите, в зуме есть такой нюанс, что когда вы сами включаете звук, то, конечно, прерывается, да, меня можно хуже слышать. Итак, NovaKid, AllRide, соответственно, English First и Skyeng. Во все эти компании вы можете трудоустроиться и преподавать детям онлайн. Они предоставляют свою платформу, естественно, на них очень красочная, очень красивая, очень интересная, там есть все песенки и готовые... Да, сейчас Катю прочитаем... И готовые идеи, да, прописанные занятия. Именно поэтому, конечно, они платят, ну, не буду говорить сколько, немного, вот, но зато можно получить колоссальный опыт и, в общем, я думаю, что многие педагоги так и делают, что текучка у них огромная. Остальные компании, вот такие, как VIP Kids, это, кстати, очень давно уже работают на рынке, ребята, по-моему, они из Канады, GoGoKid, Say ABC, впервые вообще про них слышу, но у них очень красивый сайт и я так посмотрела, очень интересная тоже программа. Да, да, тоже, по-моему, недавно они вышли на рынок, видела их видео в YouTube. И iTutor Group, если честно, не посмотрела, какие там у них особенности, но, по-моему, они тоже ведут для детей. Но все вот эти вот зарубежные компании, они набирают педагогов только носителей языка, то есть originally from из Америки или Англии, то есть англоговорящих стран из Австралии тоже. Вот, поэтому туда конкретно нам, русским, трудоустроиться невозможно будет, но, тем не менее, если вам интересно, вы можете взять, допустим, да, вот как Катя пишет, взять у каждой школы по пробному уроку и получить этот опыт. Да, спасибо, что делитесь, пробовали, all right. Про Skyeng знаю много, про Skyeng знают все, да. У них тоже хорошие платформы, я не брала у них тестовые занятия, если честно, поэтому, опять-таки, если попробуете, можете поделиться, будет интересно. Итак, хорошо, это такой небольшой экскурс, да, для вас, чтобы вы понимали, что на самом деле многие переходят сейчас в этот рынок и будут переходить абсолютно точно. И если мы хотим, так скажем, не просто оставаться на плаву, да, а прям быть в тренде, то онлайн обучение, даже если мы в него не очень, так скажем, верим или не очень хотим малышей туда, да, вот в это онлайн обучение погружать, то тем не менее, я считаю, что это нужно хоть как-то освоить, попробовать, в общем, это уже дальше от вас зависит, я думаю, если вы здесь, вам все равно это уже интересно. И так, давайте тоже продолжим. Я поделюсь, да, тем, какие, так скажем, когда у нас появился опыт, да, потому что мы стали вести занятия онлайн на, получается, две недели назад. Первые занятия я провела сама, это была тестовая группа, я собирала со своих, то есть это были дети, родители, которые либо уже ходят к нам в Wonderland Kids, либо когда доходили, в общем, там получилась на самом деле такая сборная солянка, поэтому я провела для них очень такое простое занятие, старалась подключить туда лексику, такую не очень сложную, вот, и уже со следующей недели стали вести мои педагоги, и сейчас у нас уже более-менее устаканилось расписание, я просто выдохнула с облегчением, вот, и как раз появилось сейчас время провести вебинары для вас и делюсь, и делюсь, собственно, опытом, который мы наработали. Ну, в общем, опять-таки, плюсы и минусы, которые вы и так наверняка уже знаете, да, просто озвучу их, это то, что в любом случае родителям удобно, да, что не нужно тратить время на дорогу, ну, сейчас вообще, в принципе, никто никуда не выходит, да, но в дальнейшем, если родители у вас сейчас начнут заниматься, а потом у нас скоро будет лето, да, мы своих абсолютно точно будем уговаривать оставаться в том числе и на летние занятия, брать хотя бы раз в неделю занятия, да, то есть можно им, опять-таки, помогать, так скажем, осознать ценность онлайн-занятий в том, что это действительно удобно и можно делать это в любое удобное время, в любом удобном месте, да, это все-таки онлайн, все, что касается дистанционного. Дальше, ну, да, карантин, это понятно, свой темп обучения тоже, кстати, очень и очень полезно, и, то есть вот этот вот индивидуальный подход к ученику, да, он действительно очень важен, вы сами знаете, да, когда у нас есть группы, сложно бывает ребенку уделить внимание, если он там отбивается, да, от общего темпа обучения, то здесь вы можете проводить как индивидуальные занятия, так и если у нас, например, небольшие группы. Если честно, кстати, вот не упомянула, я проводила занятия в группе до 10 детей. Сегодня покажу вам, как это проходило. Вот, конечно, это было непросто, вот, но мне просто интересно было попробовать, насколько такая большая группа будет заниматься в онлайне. И, вы знаете, есть родители, которые хотят, ну, то есть, конечно, меньше группа, это лучше, то есть, обучение более эффективно проходит, но тем не менее, есть родители, которых устроили большие группы, и они готовы заниматься, потому что им нравится, что там есть другие дети, что ребенок смотрит на других детей и так далее. Вот, поэтому про большие группы, да, упомянула, что это возможно, но тем не менее, большинство родителей, конечно, захотели малые группы, там, где у нас 2-3 ребенка мы сейчас проводим, индивидуальные занятия, у нас в Андрей Лонд Китс нет, но это у нас просто такая история в силу чисто бизнес-процессов. Вот, в общем, я к тому, что свой темп обучения это, конечно, всегда добро для качества этого обучения, да, то, что это прогрессивно, ну, я об этом уже сказала, кстати говоря, родителям, вот, недавно проводила для них вебинар, я больше поставила акцент на то, что, в принципе, онлайн-обучение это прогрессивно. Ну, сегодня мы с вами будем разбирать, да, кто-то опять включил звук, выключить, пожалуйста. Сегодня мы с вами будем разбирать вопросы родителей, сегодня мы с вами будем разбирать, да, как общаться с родителями и, собственно, да, про прогрессивность просто сейчас упомяну, что я им вообще, в принципе, ставила акцент на то, что рано или поздно онлайн-обучение действительно придет в нашу жизнь и уже не будет восприниматься как нечто особенное. Это сейчас мы занимаемся с детьми через мониторы компьютеров и действительно детей сложно удержать, я этого не скрываю, есть разные дети, которым проще, которым легче, но тем не менее это непросто, впоследствии я убеждена абсолютно, что технологии будут развиваться и уже сейчас есть виртуальная реальность с помощью очков, да, мы выходим в другие какие-то комнаты, в другие пространства, создаваемые, да, этой игрой, поэтому я практически уверена, что, не знаю, лет через, ну, может быть, не 5-10 это будет вообще нормой. В общем, вот на это я оставила свой акцент на вебинаре, который проводила для родителей на этой неделе во вторник. Если вам интересно, я скину его потом в ссылку, можете тоже посмотреть, как вот я выстраивала этот диалог. Но получилось очень интересно, я сама, когда изучала вообще вот эту тему, да, всего вот этого будущего виртуального, это просто колоссально, это здорово, это очень прогрессивно. Ну и, конечно, это дешевле, это даже не обсуждается, в частности, родители, которые были готовы, да, на большие группы, наверняка ориентировались и на то, что это просто было дешевле. Надежда спрашивает, сколько по времени у нас длится урок? Урок не поменялся, он также длится 40-45, максимум там 50 минут. Мы про это чуть позже расскажем. Про это чуть позже расскажу. Насчет минусов. Конечно же, минусы есть. Жизнь у нас дуальна, да, везде есть свои плюсы и минусы. В первую очередь это самая дисциплина, хотя у меня сейчас вот те группы, которые проходят, то есть, если родители понимают, что им это нужно и им это важно, и когда они уже заплатили за этот апплимент, то, конечно, они довольно хорошо их посещают. Когда тестовые занятия, там уже, да, может быть такое, что мы там передумали, мы там заболели, что-то у нас случилось. Да, но тем не менее, все-таки нужно объяснять родителям, что онлайн, конечно, это проще, да, по многим параметрам, но тем не менее, это занятие, и дисциплина здесь нужна. Нужно посещать занятия постоянно, в одно и то же время, ну, вот, чуть позже, как раз я об этом расскажу, да, про регулярные занятия, что они меняются. То есть, самодисциплина, это важно, и особенно важно в моем обучении, когда есть, скажем, желание, да, что-то там отменить, потому что можно, там, не знаю, посмотреть это потом в записи, например. Изоляция для детей, я считаю, это самый большой минус, потому что они не могут друг с другом взаимодействовать физически, да, и вот этот вот даже айкон, тогда, когда они смотрят друг в другу в глаза, там, в глаза преподавателю, можно друг друга потрогать, я считаю, что это колоссальный минус, это минус номер один для меня. Но что делать, да, если мы вынуждены, по каким-то причинам вести онлайн-занятие, приходится как-то этот вопрос решать. Как я уже говорила, да, мы стараемся вот использовать игрушки в наших занятиях, позже расскажу об этом подробнее. Связь, ну, понятно, да, что это технологии, здесь мы от них зависим, зависим от интернета, бывает, что сейчас хороший интернет, потом что-то с ним происходит, это, естественно, имеет место быть, и родители здесь тоже нужно предупреждать, что старайтесь найти хороший интернет, но если вдруг что-то случается, то, опять-таки, да, мы всегда делаем записи в наших занятиях, об этом говорим, потому что это неизбежно. Вот сейчас, да, мы провели несколько тестовых занятий, и все равно родители, которые сейчас подключаются к урокам, все равно что-то там иногда бывает, что я сижу на телефоне, и там первые, не знаю, три занятия я подключаю их к программе, в общем. Особенно если это там няне или бабушки, то есть все имеет место быть, к этому нужно быть готовым. Дальше. Пока не читаю чат, потому что не хочу отвлекаться, потом посмотрю, когда закончу с этим. Фидбек от педагога, конечно, это то, насколько вы вливаетесь в сам процесс и даете обратную связь ребенку, насколько вы хорошо его слышите. Это тоже страдает. Итак, теперь, что касается особенностей, я расскажу сейчас в ключе наших занятий Wonderland Kids, не призываю вас делать абсолютно так же, но если вам понравится, конечно, вы можете использовать мои идеи. Значит, смотрите, мы занятия проводим вместе с родителями. То есть, опять-таки, в первую очередь это важно на тесте. Ну, конечно, родители подключают, выключают, это понятно, но даже там в процессе, чтобы ребенок повторял что-то за педагогом. Я сейчас опять-таки говорю в ключе английского, возможно, здесь есть педагоги других дисциплин, но нам очень важно, что ребенок говорил. Поэтому, так как я также выключаю звук другим ребятам, как и вам, чтобы педагога было хорошо слышно, повторюсь, я покажу вам это занятие, вы поймете подробнее, но тем не менее, родители в этот момент, он слушает, что говорит ребенок и насколько вообще он повторяет и выключен в процессе. Конечно, педагог видит детей вот на видео, как я вижу сейчас некоторых из вас, но я вижу, что он открывает рот, а как конкретно он говорит и может быть, он там просто рот открывает, это все может сделать только родитель. Плюс родитель помогает на творческом задании, потому что мы подключаем тоже творчество, какое-то рисование. Стараемся, конечно, выбирать что-то суперлегкое, чтобы родителю можно было легко подготовиться. В общем, у нас это происходит вместе с родителями. Не всем это нравится, но это факт. Дошкольники — это такой возраст, где взрослый должен быть рядом. даже если это индивидуальные занятия, но там, конечно, проще. Если ребенок уже привык к тому процессу, то, может быть, родитель может и отдохнуть. Дальше. Не только гаджет, но и физические предметы. Вот, собственно, то, о чем я говорила. Опять-таки, родитель собирает реквизит дома. Это различные игрушки. Опять-таки, мы на наших Wanderland Kids, в нашем курсе, в нашей программе, мы не берем что-то экстраординарное. Мы изучаем с детьми то, что находится вокруг них. Поэтому, так скажем, родителю, по крайней мере, пока по программе, то, что мы берем, не составляет труда подготовить необходимые инструменты. Это могут быть игрушки. У всех есть там мячики, мишки. Это могут быть реальные предметы. Например, предметы, посуды. Наши родители собирают, чтобы мы с ними поиграли, с этой посудой, чтобы мы ее показывали, что-то с ней делали, что мы из нее кушаем. Ну, то есть, это все можно приготовить. И мы сейчас, конечно же, адаптируем всю программу под онлайн. И стараемся сделать так, чтобы родителям нужно было по минимуму готовить этого реквизита. Но это абсолютно точно важно для меня лично, повторюсь, чтобы дети что-то трогали. Да, чтобы они что-то делали своими руками. Не только смотрели в монитор и повторяли. Дальше. Связь может подводить. Да, это я уже сказала. Убрать отвлекающие предметы. Это, да, то, что я тоже говорю родителям, что, конечно, если он у себя дома, он может встать, пойти, там что-то поделать. Ну, опять-таки, я не говорю о том, что мы заставляем прям ребенка сидеть перед монитором, и чтобы он сидел там и никуда не отходил. Нет, он может вставать, он даже должен вставать. И мы в процессе занятия проведем, просим детишек встать, там, попрыгать, то есть, мы включаем эти физминутки, так называемые, да, пойдем песенки, двигаемся. Вот, но тем не менее, если ребенок, в принципе, отвлекается на что-то, там, не знаю, вот он бы хотел, там, с мячиком поиграть, или пошел там куда-то на кровати лежать, да, у нас даже такое было, то, конечно, мы стараемся объяснить родителю, что, тем не менее, это занятие, и вот, уберите все, что может отвлечь ребенка, чтобы он сейчас был с нами. Вот, ну, и особенность, да, то, что ребенок может быть меньше вовлечен из-за отсутствия физического контакта. Сразу здесь скажу, вы задаете этот вопрос, да, что дети не вовлекаются. Это действительно так, и это тоже нужно принять как данность. Сегодня мы с вами обсудим, и я дам вам какие-то свои, там, идеи, да, как мы вовлекаем детишек, но, естественно, в первую очередь это происходит через сам контент занятия, да, через, так скажем, артистичность педагога, чтобы было интересно его смотреть. Но, тем не менее, даже так, все равно дети будут больше отвлекаться, будут, так скажем, меньше вовлечены в татар. И, действительно, у нас есть родители, которые отказывались от занятий. И здесь уже больше будет работа с родителями. Вот. Что значит больше с родителями? То есть, если родители понимают, что их ребенку нужны эти занятия, да, то есть, здесь речь идет о, так скажем, долгосрочной перспективе, да, только взрослый может смотреть вперед и владеть дальнобидностью. То есть, ребенок, он не понимает, что вот он вырастет, и у него в дальнейшем будет там работа, связанная с языком, да, или что ему понадобится этот навык когда-то. То есть, он просто вовлекается в урок только потому, что ему это нравится. Соответственно, родитель, он смотрит дальше и понимает, что, ага, сейчас он там даже или занимается, или отвлекается. В любом случае, я считаю, что это занятие для него важно, потому что он должен, ну, к примеру, сейчас мы говорим про английский, да, он должен изучать английский язык, вот, поэтому мы будем посещать эти занятия, ну, не то чтобы несмотря ни на что, да, понятно, что если они там ходят уже там 8 раз, да, по 2 месяца, допустим, раз в неделю, и ребенок, ну, вообще ни в какую не хочет, отказывается, плачет, рыдает, то в этом смысла нет. Но постепенно все равно ребенок привыкает. Опять-таки, смотря как настроен родитель, если родитель настроен решительно, дети под это подстраиваются. Ну, вот я уже начинаю отвечать на ваши вопросы, да, хотя мы до этого не дошли, просто я уже здесь включила этот пункт и решила сразу об этом сказать. В общем, я к тому, что в первую очередь мы должны, так скажем, с одной стороны, конечно, заинтересовать ребенка, но с другой стороны, больше, чем в оффлайне, объяснить родителю, что ему это важно, потому что это его ребенок, и он за него отвечает. Да? Вот, поэтому, конечно, он меньше вовлечен, но если он так раз позанимался, на второй раз будет там лучше, на третий раз может быть еще лучше. Этого никто не узнает, если они не попробуют. Вот сегодня, кстати, у нас было занятие, мама купила абонемент только на девочку, у нее двое детей, старшая сестра и младший брат. Возраст примерно там 5 и 3. Вот, и она купила абонемент только на старшую сестру, собственно, потому, что малыш не присоединялся. Первое тестовое занятие у них прошло так, что девочка активно участвовала, а парень то прибегал, то убегал. Я говорю, ну хорошо, как считаете нужным, пусть он там прибегает, убегает, потом, если он вдруг будет хорошо заниматься, уже оплатить абонемент на двоих детей. В общем, сегодня он хорошо занимался. Опять-таки, я не могу сказать, что теперь вот именно с этого момента он будет прям прекрасно заниматься так же, как сестра. Но, тем не менее, это же не бесполезное для него занятие. То есть, сегодня он хорошо занимается, завтра, в общем, это дети, вы тоже прекрасно это понимаете. В общем, ребенок меньше вовлечен, но это больше вопрос к родителю. Вот, что я хотела сказать. Дальше, что не меняется, но я тоже уже об этом сказала, что это регулярность занятий. То есть, если родители решили, что нужно заниматься, значит, нужно заниматься. Делать домашнее задание, готовиться к занятиям и так далее. Ну и вот ответственное отношение идет от родителей, это как раз то, что я вам сейчас сказала. Итак, давайте я посмотрю, какие есть вопросы. Если я на них, скажем, буду отвечать дальше, то я сейчас об этом скажу. Если что-то я не буду упоминать, то давайте отвечу сразу. по поводу времени, я сказала, что также 40-45 минут. Ценообразование, как понять стоимость занятия? Да, я не планировала, кстати, на это отвечать, скажу сразу тогда сейчас. Мы сбавили свои цены на 40%. Вот. Но не все так делают. Кто-то, ну я просто еще есть в сообществе руководителей детских проектов, там тоже сейчас очень активно обсуждается это вопрос, чтобы вообще понять, да, какую услугу и по какой стоимости предложить клиентам. Там все по-разному, на самом деле, выстроили ценообразование. Скажем, для своих клиентов, которые занимаются у них сейчас, кто-то вообще не менял стоимость, то есть они просто на период карантина перенесли это в онлайн, а уже оплаченные абонементы оставили как есть. Кто-то сбавил там на 15%, кто-то на 20%, так, кто-то подключился. Можете выключить звук, пожалуйста, я сейчас договорю и потом можете мне спросить, если что. Итак, кто-то там на 15%, кто-то на 20%, кто-то на 30%, но вот мы решили на 40%, сейчас объясню почему. Потому что я осознала, что клиенты, да, когда мы их опрашивали, хотите ли вы хотя бы просто попробовать тестовое занятие, уже на этом этапе даже попробовать не захотела примерно половина клиентов. Еще где-то процентов 10-15 отворилось после теста, потому что, как я вам сказала, дети не присоединяются, родители понимают, что в этом якобы нет смысла. Вот, соответственно, я поняла, что нужно будет абсолютно точно брать новых людей. И да, мы давали рекламу. И, естественно, нужно быть конкурентоспособным. То есть я не могу сейчас выставить такой же прайс, как и у меня был в офлайне, просто потому, что все посмотрят на прайс КМГ, посмотрят на мой прайс и поймут, что, ага, куда же я пойду. Поэтому цену на онлайн нужно снижать абсолютно точно. здесь изучайте рынок, смотрите, если вы сейчас говорите про индивидуальные занятия, это одно, если про групповые, это другое. Здесь уже зависит от того, насколько вы можете себе позволить какую-то цену и на то, какой есть рынок. Непонятно, почему быть должны дешевле для школьников. Не очень поняла вопрос. Я сейчас, в принципе, говорю, да, я даже не разделяю сейчас возраст, в принципе, говорю, что офлайн, естественно, всегда дороже, чем онлайн. С малышами труднее, чем со школьниками. Да, согласна. Их нужно, да, удерживать, то есть здесь труднее даже в том плане, что их просто меньше тех, кто, скажем, клиентов меньше, да, чем в школе. Просто со школьниками, естественно, довольно, наоборот, часто они работают с репетиторами, так. Родители платят за абонементы онлайн без проблем у вас? Ну, те, кто решают ходить, конечно, платят, да. Так, сейчас проблема и нехватка таких детей. Вы имеете за детей, которые вовлекаются в процесс? Мне очень приняло вопрос. Если можете, перешлите, пожалуйста. Поэтому родители и не хотят. Когда педагог приходит к ним домой, родители могут заниматься своими делами, да? Согласна. Поэтому я сразу родителей своих предупреждаю. Но смотрите, если вы ведете индивидуальные занятия, то вам будет гораздо проще. Вы можете сразу сказать родителям, что родителям нужно будет помогать ребенку на первом этапе, да? Ну, понятно, что если берете трехлетку, то очень многое зависит от темперамента. Если ребенок, в принципе, послушный и внимательный, так же, как и на занятиях, здесь большой разницы нет, то родитель может и отдохнуть, да? А если же он там эмоциональный, да, активный ребенок, то родителю придется быть рядом с ним. Вот. Поэтому если вы планируете вести индивидуальные занятия, то вам будет проще. Вы можете сказать, что на тесте вам желательно быть вместе с ребенком, а в дальнейшем вы можете все больше, все меньше и меньше принимать участие. Но я своих родителей сразу предупреждаю, что они нужны мне. И то есть это уже их дальше дело, хотят они дальше с нами работать или нет. Многие родители, наоборот, вовлечены и хотят, чтобы их дети занимались вот именно с этим физическим контактом, да? Поэтому они выбирают нас. Ну, в общем, почему-то они нас выбрали, что-то им понравилось, я могу лишь, так скажем, сейчас, да, ориентироваться на их ответы. Вот. Но кто-то будет по этому поводу, конечно, отваливаться. Это абсолютно точно. Так, да, насчет конкуренции, да, абсолютно точно. Конкуренция в онлайне огромная. Ну, вы знаете, что я хочу на это вам сказать? Мы всегда найдем своих клиентов, потому что, например, как живут репетиторы, да? каждый находит своего человека, с кем ему комфортнее. То есть репетиторы тоже вот у нас на районе, там, не знаю, десятки этих репетиторов почему-то выбирают конкретных людей. То есть если вы стараетесь следить за трендами, да, стараетесь что-то вносить свое, если вы творческий человек, если вы, так скажем, находите просто людей, которые вам близки, а они находят вас, у вас все равно будет своя аудитория. То есть так, чтобы вы прям, вот там, Skyeng всех забрал? Да нет, ну, поверьте, Skyeng — это не решение всех проблем, да, то есть у них тоже есть свои нюансы, у них там могут часто меняться педагоги, вот, что-то там, я знаю, изнутри что-то слышала, что-то читала, вот, поэтому, да, поэтому не переживайте, но конкуренция действительно большая. То есть конкретно отдельным педагогам, которые работают как репетиторы, да, я не знаю, в общем, почему я сегодня про это говорю, просто мне кажется, что вы, возможно, вам будет проще работать один на один, чем с группой, как у меня, да, если у вас не компания, а именно вот индивидуальная, работа, вот, то, конечно, индивидуально вам будет проще, потому что люди просто пойдут на человека, люди, в принципе, всегда идут на человека, да, это нормально. Вот, так, хорошо, у многих нет денег платить, согласна, да, у нас тоже есть некоторые ретели, которые сначала хотели присоединиться, а потом сказали, что, вы знаете, мы пока возьмем пойм-аут, сейчас вот эта неделя, непонятно, будет зарплата или нет, мы, в общем, свяжемся с вами позже, да. Но это на данном этапе, я верю в то, что это скоро исправится, понятно, что кто-то потеряет работу, кто-то найдет, то есть, в кризисе так всегда, кто-то выходит, да, и наоборот, начинает зарабатывать больше, кто-то там теряет работу, и здесь уже зависит от его гибкости, да, то есть здесь нет однозначно такого, что кризис всем плохо, нет, да, то есть всегда есть те, у кого деньги все равно, есть силу разных причин, например, там, те же магнаты сейчас, да, этих, гречки и туалетные бумаги, в общем, они могут приводить к вам своих детей, вот, но есть, да, те, кто откатывается, конечно. Ага. Так, читаю вас дальше. Родители просят такие онлайн-роки, чтобы они вообще не вникали в процесс. Ну, это просто не ваш родитель, то есть, смотрите, вам нужно понять, с какими клиентами, да, мы сейчас говорим, именно вот такими, там, бизнес, да, процессами, нужно понимать, кто ваш целевая аудитория, если вы для себя понимаете, что вы не хотите ребенку просто быть говорящей головой, чтобы он за вами просто повторял, таких на самом деле курсов много, с КН, кстати, тоже об этом, понятно, что у них там есть презентации, но я, если честно, не видела, чтобы у них там дети вставали, как-то прыгали, что-то делали, не могу сказать, что я делаю так одна, может быть, я что-то не знаю, может быть, я не погружалась, так скажем, в этот процесс, вот, но я абсолютно точно убежена, что я не хочу преподавать детям так, я хочу, чтобы они вставали, прыгали, чтобы они бегали, чтобы они действовали вместе с физическими предметами, и мне нужны такие люди, я верна, что я их найду, я их нахожу сейчас, понятно, что мы только начали, и клиентов не так много, и возможно, их будет не так много, как у Skyeng, потому что все равно родители хотят быть погружены в свои процессы, но просто нужно идти искать своих клиентов, так скажем, интересует примеры игр и заданий онлайн для 5-6, когда перейдем к занятиям, мы это обсудим, родители моих учеников не разрешают в телефонах сидеть, но здесь вариантов нет, только через гаджеты проходят онлайн занятия. У нас в клубе вообще без вопросов остались с прежней ценой. Прекрасно, действительно. Если остались по старой цене, ну здесь видите, потому что клиенты не хотят возможно терять вас, то есть опять-таки о чем речь, что если это ваши клиенты, и они хотят, идут именно к вам, то они пойдут на ваши условия. Вот, то есть я потому снизила цены, потому что поняла, что придут новые люди, которые на это точно не подпишутся, а продавать этим по этой цене, а другим по другой, ну это совсем правильно. Так, ну что, да, спасибо, давайте дальше двигаться. Так, что у нас дальше? Ответила на ваши вопросы, давайте остальные вопросы оставим на подольше. Итак, рассказала вам про плюсы-минусы, и давайте перейдем, о том, собственно, к самим занятиям, да, вот вы стали спрашивать про идеи, чем я хотела с вами сегодня поделиться. Я хотела вам показать, собственно, как проводят занятия наши зарубежные коллеги. Кстати говоря, нашим родителям, да, вебинар, который я проводила для родителей, я тоже это показывала, чтобы они увидели, да, что вот работают, вот смотрите, живые дети сидят, учатся, им все нравится. Ну и плюс всегда же все ориентируются на зарубежный опыт, считают, что он лучше, чем наш. Вот, это не всегда так, но неважно. Итак, сейчас я вам покажу несколько видео, недолгие, буквально там, не знаю, по паре минут посмотрим, их три. Как проводят занятия, кстати, VIP Kit, два видео от этой компании, и еще одно, не помню, от какой, в общем, сейчас я вам покажу, секунду, я открою сразу. Естественно, у них есть свои платформы, в этом плане, они крутые ребята, то есть, ну, мы сейчас, да, как репетиторы, не можем с ними в этом плане конкурировать, потому что, ну, понятно, что мы можем создавать какие-то красивые презентации, но именно вот визуальная картинка, я имею в виду, да, и то, как у них там все это устроено, естественно, у них сделано на высшем уровне. Вот, поэтому я вам сейчас покажу несколько ссылок, вы можете потом сами тоже перейти на них, посмотреть в YouTube, и у них много довольно видео, естественно, они делятся там тоже своим опытом, вот, поэтому потом можете подробнее их поизучать. Итак, давайте посмотрим сейчас. Добавил субтитры, Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Конечно же в онлайн занятиях очень важна улыбка, да, то есть такое вот очень радостное, такое позитивное настроение, да, чтобы дети хотели с вами общаться, чтобы они тоже вам улыбались, да, то есть очень-очень такие артистичные педагоги. Итак, давайте посмотрим еще одно, это тоже VIP Kids. Так, это вот как раз самое начало. Смотрите, вот, кстати, я почему выбрала это видео, да, то есть видно со стороны, как она работает, то есть вот у нее компьютер стоит напротив, рядом много игрушек, на стене там тоже какие-то магнитики, да, то есть я так понимаю, что они их отрывают, это уже показывают, то есть все под рукой. Я так понимаю, что они организуют свое пространство очень круто, конечно. Я так понимаю, что они выполняют свое пространство очень круто. Мичель, очень хорошо, да, Мишель. Мишель, как года я тебе заливаю? Мишель, как ты старая? Мишель, как вьет? Мишель, очень хорошо. Давайте это тоже поставлю на паузу. Что я здесь хотела прокомментировать, да, тоже один из нюансов, что они активно используют так называемую TPR методику, то есть когда с помощью жестов, то есть понятно, что у них есть всего-навсего вот этот вот экран. Я, кстати, своих педагогов всегда прошу прям выходить, то есть так же, как я сижу сейчас, близко, да, прям отходить, вставать, ставить камеру сверху, чтобы можно было видеть хотя бы до пояса, да, что, ну, мы же двигаемся, да, вот, то есть это, ну, другой формат, опять-таки повторюсь, потому что мы с детьми тоже вместе двигаемся, вот, а у них получается всего вот такой экран, и им нужно через этот экран донести, что они говорят. Плюс это носители, да, то есть вы понимаете, что дети, если они там не понимают, что происходит, они могут ориентироваться только на жесты, на мимику, на звуки и вот в этом вот маленьком пространстве. Поэтому, смотрите, они очень активно, да, используют какие-то игрушки, презентации, там, показывать нынь, потом вот этот вот жест, да, там, на губы, на ухо, ну, в принципе, на занятиях мы тоже часто это используем на уфлайновой, да, чтобы дети повторяли. Ну, в данном случае прям вот этот вот жест, я тоже сейчас своих педагогов переучиваю, чтобы они еще учились ухо показывать, да, и смотреть, вот, у этой девушки это очень здорово получается. И, кстати, еще тоже очень важный момент, я сама еще даже пока на это не перестроилась, что в онлайне нужно говорить медленнее, это прям супер важный момент, чтобы дети понимали, что вы говорите по-английски. Вот, кстати, у этой девушки это очень хорошо как раз получается. Давайте посмотрим еще одно, и потом я покажу вам наш урок в Wonderland Kids. What's this? Yes, fruit I like. Let's say, fruit I like. All right, super. Look at the picture. What can you see? Hmm, I can see... A lion. Look, the lion says, hello, apple. Can you say that? Hello, apple. Great. What color is the apple? Hmm, is it green? No. Is it blue? No. The apple is red. Let's say, it's red. Fantastic. Good work. Okay. Let's say, loud and quiet. And quieter. First, let's say it loud. Hello, apple. Great. Let's say, hello, apple. Yes. And quiet. Hello, apple. Fantastic. Fantastic. Давайте тоже поставлю его на паузу. Что мне понравилось у него? Да, то есть, во-первых, он показывает немножко по-другому жесты. То есть, у него идет не вот это, да, на губы, а вот он так руками показывает. И еще мне понравился, собственно, этот лайфхак, да, то есть, скажи тише и громче. Мы тоже, кстати, используем это на наших занятиях в офлайне, да, в обычной аудитории при личных встречах. Но здесь в онлайне это тоже классно, кстати, можно сделать, да, чтобы, так скажем, сподвигнуть детей говорить и повторять. Вот, в общем, я к тому, что тоже поизучайте опыт, да, то есть, я вот сейчас, так скажем, несколько видео для вас включила. Вы можете также, соответственно, дойти посмотреть. И сейчас я расскажу вам про то, как я составляла свою программу, да, на что ориентировалась. И покажу вам кусочек тоже своего видео. Ну, смотрите, у нас в Андре Ланкиц история такая. Да, мы вообще, в принципе, ребята такие очень любим праздничное настроение, все вот такое вот подвижное, яркое, чтобы дети прыгали, скакали. Ну, вот я знаю, что у нас есть здесь в нашем вебинаре те, кто уже проходил мой курс, да, у меня еще есть курс для преподавателей, для детишек от двух до семи лет, до шести лет. Вот, они знают, как это все происходит, да, то есть у нас очень такие активные игры, мы не используем учебники, у нас там мыльные пузыри, воздушные шарики, в общем, в таком вот все контексте, да. И, конечно, когда случилось, настал час икс, и мы были вынуждены выйти в онлайн, я в первую очередь, я уже говорила об этом, повторюсь, в сотый раз, что я хотела оставить физическую составляющую. Мне было важно, чтобы ребенку было интересно и оставить такой же там формат, да, поэтому, кстати, мы оставили эти там мыльные пузыри, воздушные шарики под конец занятия, это тоже, кстати, есть в наших уроках. И еще мне хотелось сделать больше, и смысл в чем, на что я пыталась ориентироваться? Я хотела ориентироваться на обычные, на самом деле, игрушки, которые есть для детей этого возраста. Если у вас есть дети маленькие, да, или вы, в принципе, хоть как-то с этим знакомы, или если не знакомы, то просто найдите любую игру для детей, там, не знаю, трех-четырех лет, и что вы там увидите? Конечно же, вы увидите яркую картинку, это даже не обсуждается. Вы увидите там вот как раз вот это праздничное, такой радостный тон, что типа «Hooray!» там «Молодец! У тебя получилось сажать этот пазлик!» И каждый раз вот она его хвалит, хвалит и хвалит, да, вот эти вот сюжеты. Ну, собственно, вот этих ребят, да, которые мы только что посмотрели, наших коллег, у них, естественно, это тоже есть. Вот. Что еще? Там есть такие вот поощрения в виде там взрывающихся петард. Вот. В общем, ну, я думаю, вы сейчас поняли, да, какой это формат. Для тех, кто сегодня не сталкивался, то я так подробно объясняю. Вот. И что я сделала? Я, на самом деле, хотела на YouTube найти, ну, вот как раз такое видео. То есть то, что мы подключили там мыльные пузыри, понятно, что педагоги все такие радостные, улыбающиеся. Да, вот Мария пишет, улыбка прекрасная, действительно улыбка прекрасная. Все наши педагоги умеют улыбаться, и я уверена, что вы тоже. То есть это прям вот улыбка на уши, это супер-упер важно. Вот. Соответственно, да, там позитивный настрой, постоянно их хвалить. И еще я зашла в игру своего сына. Если честно, я не даю своему ребенку гаджет, это папа. Скачала ему эту игру. В общем, я сняла там видео, где вот эти петарды взрываются. Там есть петарды, какие-то шарики там это лопаются, да. В общем, я сняла это видео и вставила просто в это наше занятие. Сейчас я вам покажу этот урок. Вы увидите, надеюсь, я смогу перерисовать. Там просто он коротенько, буквально несколько секунд. Вот. То есть мы включаем это прям в процессе занятия. То есть мы включаем, получается, что видит студент, видит ребенок, да. Он видит педагога, который что-то рассказывает. Потом раз там педагог переключается на презентацию, потом там они закончат часть урока, там взрываются петарды, он его хвалит. Потом там мы поем песенку, потом еще активности, да. Итак, давайте я сейчас покажу вам, как это выглядит у нас. Сейчас, секунду. Так, 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 прошу прощения, я не открыла, оказывается, это слава. Так, это да, было тестовое занятие. Вот она. Вот, вот, вот. Так. Сейчас пошире сделаю окошко. Итак, сейчас перемотаю, да. Это самое начало. Здесь я детишкам рассказываю, что вот они попадают в волшебную страну. Сейчас перемотаю. Да, кстати, хай-фай у нас сохранился. Мы очень любим это использовать на занятиях и онлайн. Оказывается, тоже так просто поднести руку, вот дети это прекрасно понимают. Так, дальше, да, у нас была песенка. Я прям так ее подключаю. Да, насчет платформы. Мы работаем в Zoom. И, собственно, я специально выбрала сейчас для нашей конференции эту платформу, чтобы вы тоже могли в ней поработать, если еще не работали. Вот, в общем, так же в Zoom я подключаю разные видео. Детишки вместе поют. Вот. Затем смотрите. Мы общаемся все вместе. t-это. Давайте еще перемотаем. В общем, здесь мы с ребятами знакомимся. Да, видите, тут просто много... А, вот они, эти хлопушки. Попала я на... А, вот они... А, вот они... А, вот они... Так, давайте дальше перемотаем. В общем, это игра, да, с коробкой, где мы достаем, повторяем. А вот, кстати, двигательный блок. Так, сейчас дальше перемотаем. Друзья, смотрите, детки встают. Слава. Да, и потом мы музыку останавливаем и играем, собственно, в этот диалог. Ну, дальше теста... А, вот пошла презентация. То есть я показываю здесь им презентацию и также спрашиваю. Вот так выглядит презентация на экране. Дальше мы делали с ними творчество. Ну, опять-таки, как это делала конкретно я, да? На самом деле у Zoom есть такая функция использовать несколько камер. Сама пока еще этого не пробовала, но знаю, что это можно сделать. Можете тоже это отдельно поизучать. В общем, соответственно, есть камера, которая наводит на говорящего. Да, есть еще другая камера, которая в этот момент показывает на то, что вы делаете. Да, то есть можно это совместить. Я на тот момент пока еще не знала, что так можно сделать, поэтому просто сняла видео того, как я делаю поделку, да? И, соответственно, просто включила это в режиме видео, комментировала. То есть так же, как на занятии, да? То есть дети делают поделку, я комментирую, что происходит. Там, называют это все по-английски и так далее. Так, дальше, когда у нас поделка закончилась, сейчас вы видите, они будут мне показывать свои работы. Вот, я уже дальше быстренько перемотаю, это у нас уже по времени. Вот, показывают свои работы. Дальше вот у нас снова эти хлопушки. Так, потом у нас, собственно, тоже был диалог, где они мне уже сами рассказывали. Это уже под конец занятия я мотаю дальше. Так, и потом будет еще одно тоже видео в конце, мы с ними поем. Ага, сейчас грузится. И потом мы прощаемся. Ну что, на самом деле, не буду сейчас долго вам свое занятие показывать, оно есть в записи, я могу выслать вам ссылку. Если интересно, можете посмотреть его целиком. Вот. Итак, значит, по нашему плану, да, рассказала вам, как, собственно, выглядит наше занятие, показала вам занятие. Остались вопросы от родителей, мы можем обсудить, да, и, собственно, ваши вопросы. Ну, на некоторые я уже отвечала. Давайте сейчас ориентируемся тоже по времени, потому что мне где-то без 10-5 уже точно нужно будет заканчивать, потому что у нас будет сейчас занятие, кстати, с нашими ребятами. Я бы, собственно, поэтому и попросила вас перенести. Спасибо большое, что вы согласились. Вот. Давайте я посмотрю, что еще вы задавали, какие вопросы. Как в Zoom сделать так, как на вашей демонстрации, чтобы все участники были на экране, а не сверху или сбоку? Смотрите, ну, в Zoom, да, нужно разобраться. Если честно, я бы вам просто скинула инструкции. Не могу сказать, что там прям есть все инструкции, хотя, так скажем, там есть главные, да, как вообще, в принципе, выйти в Zoom, как там все настроить. Эти инструкции абсолютно точно есть, это можно найти в YouTube и все это поизучать. Вот. Но сейчас вам просто отвечает вопрос. Здесь вот сбоку есть такой значок, сейчас я вам в чат в WhatsApp скинула. Там такая сеточка появляется. Сейчас, секунду. Вот где сбоку, да, получается, я. Потом... Соответственно, наверху у меня сейчас ваше видео. И сбоку есть такие квадратики. Вы на них нажимаете, и вы видите всех участников. Можно выйти обратно, это будет вид докладчика. Да-да, я поняла, сейчас мы просто не будем на это время тратить, потому что программа большая, у нее масса просто возможностей, да. Я просто с Zoom на самом деле работаю уже давно, но не в таком контексте, да, потому что у нас занятия мы не вели. Вот, и чем больше я в нем разбираюсь, тем больше я понимаю, что там действительно очень много всего интересного и очень удобно использовать его для занятий. Я так поняла, что в Zoom сейчас вышли все. Так, у детей должен быть достаточно неплохой английский для их возраста. Но те занятия, которые вы сейчас видели, конечно, это для наших детишек, которые продолжают заниматься преимущественно. Да, то есть даже те новички, которые присоединились, у них уже есть база, естественно, я это спрашивала. У нас сейчас есть несколько детей, у которых базы нет вообще. Естественно, мы для них делаем отдельную группу, где там начинаем с ABC, да, то есть это просто нужно делить деток. Занятия можно подстроить так же, как и оффлайн-занятия. То есть здесь вы просто составляете подходящую им программу. Ага. Как вы смотрите на то, чтобы начинать учить ребенка читать 6 лет онлайн? Привыкла контролировать этот процесс тщательно, боюсь упустить важные вещи. Да, хороший вопрос, Людмила, спасибо за вопрос. Мы читаем онлайн, даже в небольшой группе. Если делать это один на один, вообще суперлегко. То есть вы просто слушаете ребенка внимательно, да, то есть здесь связь должна быть хорошая. Но даже если она запаздывает, не знаю, у нас не было с этим проблем. Вот, поэтому мы высылаем родителям, да, кстати, наверное, я не учла этот момент, да, то есть родители подготавливают весь реквизит, в который в том числе ходят и распечатки, правильно? То есть здесь родитель, опять-таки, должен быть готов, что материал он готовит сам, и ему нужно это распечатывать либо дома, если эта возможность есть, либо где-то. Вот, ну мы сейчас как обходим этот формат, да, то есть если вообще нет никакой возможности это сделать, мы делаем супер-супер-изи задания, где можно, там, не знаю, самим нарисовать, ну, там, не знаю, домик, например, да, вот у нас как раз была тема части дома, части комнаты. Они сами рисуют домик на листочке, ребенок там раскрашивает, или что он там дальше делает. То же самое с чтением. Вы можете выслать, собственно, родителю, да, то, что должно быть. Читаем мы, естественно, отдельные буквы либо какие-то короткие слова, то есть родитель также это переносит на бумагу, и там ребенок как-то там раскрашивает. Ну, то есть, да, понятно, что здесь еще больше получается вывлечен родитель, но если он нет возможности распечатать, то это единственный вариант, как можно из этого выйти. Вот, поэтому ребенок все это там обводит, допустим, да, если он учится писать, там по точечкам, допустим, там что-то раскрашивает, потом показывает. Ну, то есть, так, чтобы прям серьезно как-то это повлияло на качество, ну, не знаю, я особо не заметила. Если педагог говорит на русском, на начальном этапе вы все равно говорите с ним на русском. У нас есть золотое правило. Вантерландкид — это введение в страну. Ну, у нас, да, такая вот история, что мы отправляемся в волшебную страну, и там говорим на волшебном языке. Естественно, когда дети только присоединяются, мы можем на этом этапе с ними говорить по-русски и объясняем им, что будет дальше. Иногда мы объясняем там, что к нам приходят какие-то герои, иногда мы можем заранее объяснить какие-то правила игры, допустим, если сложные. Ну, конечно, в оффлайне гораздо проще, потому что мы можем там шепнуть, допустим, по-русски, да. Здесь в онлайне мы проводим занятия исключительно на английском, еще и в силу того, что здесь нет каких-то прям вот таких игр, да, которые сложно понять. То есть все элементарно. То есть то, что делает педагог, тоже делает и ребенок. Если мы прыгаем, ребенок тоже прыгает. Если мы что-то ищем, там, ну, мы показываем, да, на презентации или в квартире они что-то ищут. Вот у вас был как раз вопрос про активность, да. Конечно, активность пришлось очень сильно уязать. Все наши sensory игры, где дети там в чем-то копались. Ну, хотя это тоже можно сделать, но здесь уже родители должны участвовать, да. То есть мы как бы сейчас больше ориентируемся на то, на визуальную составляющую, да, на то, что ребенок там может что-то откуда-то достать, что-то там, не знаю, слепить, и что у него получилось, попрыгать, пойти принести и сказать, что он нашел. Если мы используем презентацию, то там, соответственно, что-то, допустим, можно играть в игру What is missing, да, то есть те же самые игры с карточками, кстати, они хорошо переносятся в формат презентации, поэтому это можно использовать. Во время занятий микрофон у ребенка отключен. Да. Когда я хочу услышать, только в этом случае включить, да. Вы знаете, мы делаем это даже в малых группах, но опять-таки не всегда. То есть если на занятии всего два-три ребенка, и они, ну, хорошо участвуют, на заднем фоне нет маленьких детей, которые кричат, и родители не отвлекают, да, никаких шумов посторонних нет, то тогда можно у всех включить, и вы просто вот вживую общаетесь, да. Если же детей больше четырех, как вот у меня было, да, десять детей, это абсолютно точно нужно выключать, чтобы они слышали меня чисто, и чтобы запись была чистая, и чтобы потом они могли эту запись послушать. Кстати, насчет записи, прям очень советую вам это делать, потому что родители потом могут эту запись еще раз использовать. И такие занятия, такие курсы для детей тоже есть, где дети не получают никакого фидбэка от педагога вообще, то есть они просто повторяют за ним, что он говорит, да, то есть здесь уже, ну, получается, что родители, опять-таки, смотрят, проверяют, или верят ребенку, да, скажем, доверяют ему, что он сможет это нормально повторить, но опять-таки через какое-то время это, скорее всего, будет возможно. Как вы делаете запись, да, через Zoom, здесь есть такая опция, конечно, все очень просто. Ага, так, ну что, спасибо вам за активное участие, я вижу, что вы что-то пишете в чате, в смысле, в чате в WhatsApp, у нас так много чатов. Да, нужно будет запись, конечно, пришлю. Про технические возможности, да, я вам отправлю. Насчет версий в компьютере, да, скорее всего, они отличаются. Если честно, я занятия веду только через компьютер, ну, потому что у меня тут все презентации, ну, то есть я не понимаю, возможно ли это как-то по-другому. То есть если просто выйти пообщаться, конечно, да, если вы используете другие возможности, то абсолютно точно только через компьютер. И, кстати, я говорю нашим родителям, чтобы они тоже подключались через компьютер или хотя бы через планшет. Я думаю, вы тоже понимаете, да, что маленькая картинка на телефоне еще меньше подвигает наших детишек заниматься. Вот. Ну, кстати, у нас есть родители, которые занимались даже с телефона, ну, из-за того, что просто там компьютер был сломан, и у них не получалось по-другому. И тем не менее дети занимались, то есть даже так это возможно. На самом деле сейчас такой период, что кажется, что возможно все. Вот. Ну что, да, я единственное, что не прокомментировала, какие у родителей бывают вопросы и что на них отвечать, да, мы просто уже не успеваем. Я могу вам, как же это сделать там, может быть, в WhatsApp-чат наговорить потом. Давайте, может быть, продолжим просто общение в чате. Я специально вас туда добавила. Мы, кстати, еще не решили попробовать вести занятия по танцам. Педагог говорит, аниматор показывает, что делать и как. Хм, с аниматором. Вы знаете, сейчас в онлайн переходит вообще все. И вот эти руководители, да, детских проектов, с которыми я сейчас активно общаюсь, и мы тоже постоянно делимся идеями, они переводят в онлайн даже свои сады, понимаете? Садик, куда приходят дети, проходят онлайн. Вот это действительно... И занятия там чуть ли не от года. Ну, понятно, что это только с мамами, да? То есть здесь просто действительно говорящее лицо, да, что там педагог говорит, что делать, а родители, ну, так же, как получается, мы сейчас делаем Adrenaline Kids, готовят весь реквизит, и они играют. Вот, но садик, там просто они несколько занятий вот так зацикливают и на три часа занимают ребенка. Поэтому, представляете, даже садик... Ну, есть, конечно, нюансы, да, например, там, кому-то шахматы было тяжело перенести, потому что нужно специальную программу найти, но, по-моему, они есть. Насчет пени, ну, вот эти вот музыки, да, где дети поют, тоже там, вот эти голос же нужно услышать, тоже, наверное, не очень просто. Мы, на самом деле, педагоги английского, мне кажется, вообще в шоколаде. Единственное, что с детишками, конечно, непросто, да, но я считаю, что мы можем это сделать. Это реально, это возможно. И сегодня я очень благодарна вам, что вы присоединились. Я надеюсь, что я вас вдохновила, надеюсь, ответила на ваши вопросы. Обязательно попробуйте. Даже с маленькими детьми все возможно, да, если мы, взрослые, в это верим. Вот, поэтому обязательно пробуйте, пишите, что у вас получится. Спасибо большое за участие. Повторю, что вопросы, которые я сегодня не успела озвучить, да, от родителей, я запишу вам в чат в WhatsApp. Ну, и в целом пишите, я всегда на связи. Если вам интересен, да, кстати, забыла рассказать, если кому-то интересен курс для педагогов, как вести занятия с детишком, да, если вы с детьми именно в маленьком возрасте еще не работали, то сейчас на карантин мы сделали скидку 50% на этот курс. Вот, я вам обязательно пришлю информацию по нему в чат. Это, собственно, сюрприз, который я хотела сегодня озвучить, чуть не забыла. Ну что, я побежала вести занятия для детишек. Вам желаю хорошего дня, увлекательных занятий, идей и, конечно, здоровья. Берегите себя. Будем на связи. Bye-bye. Продолжение следует...